Ажиотаж У нас достаточно получилась расширенная категория востребованных молодых специалистов по муниципальным образованию. То есть в некоторых муниципальных образованиях получился список из 140 и более специальностей, которые нужны тому или иному муниципальному образованию. Работала специальная комиссия, на которой рассматривались эти процессы. Собиралась очень серьезная информационная база для того, чтобы допустить те или иные специальности в этот список. И в конце концов сформирован перечень по республике Харкасии востребованных специалистов в разрезе всех муниципальных образований. В каждом муниципальном образовании это разные перечни специальностей. То есть у кого-то есть уклон на социальные сферы, допустим, культуру, образование, спорт. У кого-то уклон на сельское хозяйство, у кого-то уклон на промышленность. При таких темпах заметно сдвинуть очередь удастся менее чем через год, а резерв уже на 14-й – 10 тысяч участков. Такое количество будет подготовлено в том числе благодаря правительству республики. Например, Ширинскому району из государственной собственности уже переданы 219 гектаров. Их распределят между льготниками Харкасии. Право на бесплатное предоставление – это молодые семьи в возраст, которые не превышают 35 лет. Специалисты в возрасте не старше 35 лет, семьи, имеющие детей и инвалидов, состоящие на учете качественно нуждающих в помещении и ветераны боевых действий. Помимо этого, с начала года власти региона введут переговоры по передаче в республиканскую собственность участка площадью 15 тысяч гектаров. Около 900 гектаров планируют отдать под жилое строительство. Нашему району дали квоты по многодетным семьям в зеленое, 156 участков наших граждан, которые изъявили желание в зеленом взять земельные участки. И также в районе мы 36 участков выделили в этом году молодым специалистам. Земли-то хватит. Вот самый главный вопрос – это инфраструктура, электричество. Молодые семьи в Аскизском районе, те, кто уже получил участки, начинают строительство. Сегодня в основном наделы выдают на окраине райцентра. В итоге Аскиз только за этот год стал шире сразу на 182 участка. Остаются и трудности. Если у одних муниципалитетов больной вопрос – инфраструктура, то для других непосильной остается подготовка земли к выдаче. Сложности, наверное, все-таки в вопросах финансирования, чтобы сформировать, скажем, земельный участок там тоже. То есть межевать – это для района практически 800 тысяч. Между тем, в Таштыбском районе очередь по многодетным закрыта более чем на 70%. Оформлено 230 наделов. Молодым специалистам районной власти пока выдали лишь 20 участков. Но до конца года планируют удвоить эту цифру. Цифры тоже впечатляют. Темп, который перед нами как задачу ставил глава республики, я считаю, что мы к этому темпу приближаемся вплотную. По крайней мере, по 2013 году те прогнозы, которые у нас есть. Впрочем, вместе с ажиотажем вокруг бесплатной земли в Хакасии увеличилось и количество жалоб на работу специалистов в два раза по сравнению с 2012 годом. Есть характерные, так скажем, жалобы, как то на местах не регистрируются обращения граждан, муниципальное образование, так скажем, затягивают, проходят все сроки по предоставлению объектов, жалуются на формальный подход. Избежать жалоб и ускорить процесс передачи земли без бумажной волокиты – над этим сегодня работает Кабинет министров. Муниципальное образование в ближайшее время подготовит законодательные инициативы. После принятия поправок время на выдачу наделов уверены муниципалитеты сократиться, а значит и очередь будет продвигаться быстрее. Продолжение следует...